Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И вот результат. Друзья, в этой небольшой паузе хотим напомнить, что ставки на спорт лучше всего делать у наших партнеров из Бэтсити. У Бэтсити высокие коэффициенты, большой выбор спортивных событий и лучший бонус для новых игроков. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь и забирайте до 100 тысяч рублей. Помимо крутого бонуса, в мобильном приложении Бэтсити вас ждут тысячи спортивных трансляций. Все бегом в закрепленный комментарий. Когда ты вернешься в ринг, когда нам ждать? Скоро узнаете, скоро будут громкие бои, громкое противостояние. В скором времени узнаете, сейчас не буду афишировать, поэтому ждите и смотрите, наблюдайте. Не вдаваясь в подробности, это кулачка или бокс? Нет, пока кулачка на паузе. Это бокс, профессиональный бокс. Будет громкий, хороший бой. Я вот помню, когда ты дрался с Давудом Сканский, ты говорил, что кулачка, она для тебя, и скорее всего будешь двигаться исключительно в этом направлении. Но спустя время немного фокус поменялся. Расскажи, почему? Да, обратно в спорт, я зашел через кулачку, я там на какое-то время оставлял спорт, отошел от спорта вообще, не занимался, не выступал. И как бы вот так, с кулачки начал, зашел, у меня там чуть другие эмоции, да, чуть другие чувства, поэтому там, знаешь, все равно кулачка – это все временно. Бокс, профессиональный ринг – это чуть-чуть другие эмоции, другая подготовка, все другое, да, поэтому, не знаю, чуть больше акцент сделал на профессиональный бокс, профессиональный ринг. Ну, а в кулачке пока не с кем драться, жду громких имен, жду предложений. Я всегда готов и по кулачке подраться. Нет проблем, просто не вижу там имен сейчас в кулачке с кем драться. Ну и к тому же, наверное, в профессиональном боксе другие деньги, другие цифры. Ну, само собой, конечно. Другие цели, да, там на самом деле, последующий час, и уже я близок к этой цели, считаю. И будем стараться, придется, и идем к этому. Вот, если не ошибаюсь по слухам, ты заработал или должен был заработать около 9 или 10 миллионов рублей за бой с Глентоном Брэндоном в рамках мартовского турнира Hardcore 2 и так лета. Да, и есть такая сумма, может, мне интересно, тебе откуда? Тебе кто сказал? Обычно гонорары не обсуждаем, да. Ну, а так есть такая сумма, да. С Глентоном Брэндоном это был хороший громкий бой, очень крепкие пацаны, поэтому и гонорары уже соответствующие, да. Ну, это самый высокий гонорар в твоей карьере? Ну, да. Я думаю, и на самом хардкоре. Самый высокооплачиваемый боец хардкора? Ну, можно сказать так, да. Понял. А ты сказал, что в кулачке нет имен? Такие же Виталий Ананин. Виталий Ананин, да, неплохой боксер, неплохой боец. Он, да, забрал сейчас временный боец, так как я пока на паузе, да. Ну, мне смысл нет от этого боя, чтобы подраться. Давайте мне гонорар. Да, я готов. Я же не говорю, что там. Не то, что неинтересно или что-то. Меня, чтобы заинтересовать, там или нужно громкое имя, хороший гонорар, хороший бой, да, там громкое имя нужно, да, чтобы я вернулся, там сделал этот бой. А с Виталием, это, ну, не знаю, мне только интереснее, там, финансовая сторона и все. Если готовы к этому, давайте переговорим, проблем нет вообще. А конфликт, мини-конфликт с Исламом Жан Гаразовым вы решили? Я просто недавно смотрел пресс-конференцию и там вы отошли в сторонку на личную беседу. Да, не было никакого конфликта, там. Просто чуть-чуть, видимо, спровоцировали тоже Ислама и каждый, не знаю, это на камерах. Я же не любитель на камерах что-то обсуждать или там себя проявлять, да. Я, видимо, не знаю, может, Ислама спровоцировали, он решил себя на камерах проявить этим образом. И поэтому я его вывел на улицу, там спокойно поговорить. И все нормально, поговорили, ничего, никакого конфликта уже не было. Сослан, говоря о твоей профессиональной карьере в боксе и о возможных соперниках, ты подумал, какие соперники вообще тебе нужны, чтобы расти профессионально? Я имею в виду, вот, в прошлый раз я дрался с Брэнданом Глентоном, и он входил, если не ошибаюсь, в тридцатку лучших боксеров мира. Ну, в топ-30, да. Планку ты должен повышать или как? Конечно, мы идем вверх, будем расти. Я думаю, уже пару боев, и мы уже будем биться за звание чемпиона мира. Уже будем за бой драться. Но надо еще, конечно, определено самому расти и показывать хорошие бои. Есть имена, есть громкие бои, мы идем к этому. Скоро все увидите, услышите об этих именах, не только в России, а уже за границей. А вот следующий соперник это иностранец или россиянин, чтобы понимание было? Следующий соперник это россиянин. Россиянин. А если вам предложат бой с Асланом Азбаром, как вы к этому относитесь? Ну, я думаю, ему лучше вызвать пока Давида Дзукаева. Молодого проспекта, астинского бокса, чемпиона правды. У них один вес. Я думаю, будет очень интересно посмотреть на этот поединок. Не знаю, ты смотрел или нет интервью Мурата Гасиева. Он отреагировал на возможный бой с собой, и он предложил тебе подраться с Давидом Дзукаевым. Как тебе вообще такая идея? Ну, и у меня, смотри, Гаси, у меня спортивный интерес. Я же не гоню за этим боем, он мне неинтересен, по большому счету. Я говорю, так же для него и для российского бокса, да, мир бокса. Этот бой был бы интересен, так как для него, для меня и мира бокса. Поэтому я сделал бы закидушку, мы могли бы сделать этот бой. А то, что он предлагал там подраться с Давидом Дзукаевым, я же там не говорю, поделись с пиратом, с моим старшим братом или с младшим братом, там пройдешь его, там пройдешь в его. Там я тебе там бою. Если тебе интересен, или интересен, или неинтересен, да, или нет, ответ, там, говорит, там пройдешь его или пройдешь. Кого надо, я пройду. Дело не в этом. Я за себя этот. Сам решу, кого мне проходить, да. Если не хочешь, дай Бог здоровья, я за ним не гонюсь. У него свой путь, если хочешь, может так же он в первых раундах одним ударом всех нокаутировать и такие бои проводить. Дай Бог здоровья, это его путь. Значит, не знаю, мое мнение, что он не туда идет. Ну, а, возможно, бой с Зугаевым, это же все-таки история, он же чемпион правды. Какие бои он провел на правде, чтобы быть чемпионом, да, правды. Зугаев хороший боксер, хороший профессионал, да, у него, ну, я считаю, что еще сыроват, ну, да, по большому счету, я вижу. Я там какие-то, ну, и долгий путь проделал, да, к своему, там, я никак там не возвышаю себя. Или, как, не унижаю, там, Зугаеву. Я, говорю, он хороший боксер, хороший боец, просто у меня чуть другие планы, другой потенциал. И поэтому я сейчас не вижу в прогребе этот бой с ним. Особенно в каком-то далеком будущем, возможно, если он там покажет себя, еще пару боев проведет. Я понимаю, интересный бой там, хайп, медиа. Да, проблем нет, тут можно проводить, я готов, я же говорю, я готов с этими ребятами проводить с любым данной финансовой стороной, вот и все. А так, у меня чуть другие планы. Слушай, Саслан, еще с нами на этом мероприятии сегодняшнем находится Алексей Папин. Я помню, в свое время ты выходил в ринг после его боя, после его победы, и вы там озвучили идею возможного боя с ним. Насколько живая эта идея, сколько тебе хотелось посередиться с ним? В Болстердаун, да, разогревали этот бой. Всему свое время, время сейчас все покажет, сейчас ждем. Вот так, конечно, все имена интересные. Всему свое время, скоро все узнаете, и будет бой, будет дата, и все узнаете. А так, личного интереса никому у тебя нет? Нет, личные интересы, личные моменты, что в ринге выясняли, да, лишние какие-то моменты, я считаю, что за пределами должно оставаться. Личные интересы, я имею в виду. Личный интерес, тоже пока личных интересов никому нету, чисто спортивные интересы у меня, да, мы же в этом боксе, это спорт, так и должно быть. В спортивном плане кто больше всего тебя интересует? Блин, знаешь, на самом деле, в спортивном плане, сейчас чуть-чуть другая цель, да, у меня больше в спортивном плане звание интересное, не имена, понял? Ну, в этом пути, на пути к этому, там, званию моему, там, имена абсолютно не интересны, ну, не важны, да, по большому счету. Мне нужно само звание, сам титул. Поэтому, а так, конечно, громкие имена, сейчас их озвучивать смысла не вижу, какие бы они громкие не были, поэтому время все покажет. Я вот помню, у тебя в свое время был бой с Олегом Фомичевым по прозвищу Фомич, он же чемпион долб-дога, он же набирает обороты. Как тебе вообще идея реванша, ну, по правилам кулачного боя? Зачем Лоренцо Хант, чемпион, там, приоритет? Говорю, любые имена, вообще, без разницы, разницы нету с кем. С этими ребятами кулачки, мне интересна только финансовая сторона, а так, доказывают, что кому-то что-то доказывают, но я не вижу смысла там, да, если хотят потраться, давайте, предложение сделайте, я готов. Проведем с любым боем, вообще без разницы с кем, там, Фомич или там, Нгану будет, или кто-нибудь, вообще без разницы. Сделайте, и интересный гонорар, и все, мы готовы. А так, ты согласен, что в вашей весовой категории вы два лучших кулачника, то есть ты и Фомич? Да, есть много кулачников, я не считаю Фомича, там, таким, ну, он один из лучших кулачников, да, есть много достойных кулачников, там, то же самое. Дауд Ханский, да, у них тоже должно было какое-то противостояние произойти, вот этот тоже бой был бы интереснее, я посмотрел бы на этот бой, я не знаю, почему он не состоялся. Вот это был бы такой чуть, показательный бой, он на самом деле являлся бы одним из хороших кулачников, да. Да, да, Фомич, хороший боксер, хороший кулачник, да, Бог здоровья, я же говорю, чуть-чуть в другом направлении двигаюсь, поэтому так, если хорошие предложения сделают, я планируюсь вообще без проблем. Соответственно, еще буквально два вопроса, первый вопрос, ты сам упомянул имя Фрэнсиса Нгану, не так давно объявили его бой против Тайсона Фьюри, твои мысли и твой небольшой прогноз? Нет, там же очевидно, Тайсона Фьюри это есть, но ММА это одна история, бокс, это там, ну он его разберет, да, однозначно, Тайсона Фьюри шансов даже не даст, да, да, Нгану там, Хорошие удары, бьющие, но в плане бокса, я не знаю, может он вырос, но как-то может поработал на школе бокса, ну а так считаю, что Тайсона Фьюри полностью там разберет, да, он даже Фрэнсис Нгану в боксе, он там, думаю, что после пятого раунда он уже функционально уже сдуется. Анатолий Сульянов любит посещать такие крупные мероприятия, а возможно, что ты тоже посетишь весь ИСИМ, Саудовскую Аравию, где пройдет этот бой? Возможно, все возможно, может, да, было бы интересно побывать, возможно, я пойду на этот бой, посмотрим, сейчас собой займусь своими боями, это больше интересно, чем посещать чьи-либо бои. Ну и последнее, я помню, ты уже высказывался по поводу ситуации между Сульяновым и Чурчаевым и его отмененного боя с Персом, а было ли у тебя личное общение с Шовхолом, потому что у него обет молчания и пока что как таковых комментариев не было объемных? Нет, ни с кем из них не общался, у каждого своя правда, да, я считаю, одни говорят, что было так, у другого по сути, что по-другому было, да, сейчас эту ситуацию надо разбирать, да, сейчас сделать кого-то виноватым, это неправильно. Просто хочу сказать, бой был организован, была дата, уже все зрители ждали, да, этот бой, многие купили билеты, чтобы посмотреть на Шовхола и Перса, да, именно на этот бой. И спортсмен, я считаю, не должен, он или ты раньше как-то должен был обрубить эту ситуацию, сказать, что боя не будет, чтобы люди не приходили на бои. И как-то, не знаю, как-то профессионально должны подходить к этому вопросу, именно спортсмены, не делать из этого, там, шоу, там, хайп поднимать, да, не знаю, это профессионально относиться и, не знаю, если ты не готов, должен, там, объявить, что, да, я не готов, или, там, травма или что-то, да, у всех бывают травмы, в этом ничего такого нету. Поэтому надо это объявлять, правильно, да, преподносить. Ну, у них, если личное было, надо было там на улице это решить и в ринге уже спортивный интерес уже выяснить по-другому. А уже то, что личное у вас там между собой, это надо за пределами, за пределами ринга это все решать. Поэтому атаку, кажется, своя правда, не хочу ни ту сторону, ни эту сторону принимать, сядут, пообщаются. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры сделавал DimaTorzok